Ещё совсем недавно Кузя был домашним котом. Жил в частном секторе. Осенью прошлого года его сбила машина. У него была раздроблена челюсть. Подобрали неравнодушные люди и отвезли в ветеринарную клинику. Там ему буквально собрали челюсть по частям и поставили пластину. Целый месяц после операции Кузя прожил в приюте Надежда. За это время нашлась его хозяйка. Приехала к своему подопечному два раза, однако забрать животное домой не захотела. На вторую операцию для Кузи деньги собирали всем миром. После горе-коту нашлась хозяйка, которая через некоторое время увезла его в Искитим. Но вернула через два дня, объяснив свой поступок, довольно странно. Вернула, потому что кот бердский, а не Искитимский. Так Кузя оказался преданным дважды. У Кузи удивительно умные глаза и спокойный характер. Кажется, что он ещё не потерял доверие к людям. И всё ещё ждёт заботливого хозяина, которое не предаст и без того настрадавшееся животное. Впрочем, в приюте обитают и много других четвероногих. И у каждого из них своя история. А вот этого котика зовут Фёдор. Он первый обитатель приюта Надежда. Сам пришёл к строителям, когда здание только начали строить. С тех пор живёт здесь. Всего же в приюте для бездомных животных содержится 168 собак и кошек. Как обустраивается приют после переезда, нам рассказала его директор Мария Азисова. Работники Надежды продолжают отделку нового здания. «Пока ничего у нас шибко не меняется. Мы самостоятельно выкладываем плитку в помещениях, находим работников. Волонтёры нам помогают приобрести плитку и клей. И потихоньку мы эту работу выполняем». Приюту оказывают посильную помощь волонтёры и неравнодушные жители Бирска. Однако четвероногим всегда требуются и корма, и хозяйственные принадлежности. «Как обычно, корма, крупы, влажные корма, сухие корма, ошейники, карабины, вертвики, поводки. Это всегда актуально. Ковровые покрытия, ковры, куски линолеума. Всё у нас вход идёт. Это всё расходный материал ежедневный. Хозяйственные какие-то вещи. Это тряпки ХБ, это перчатки ХБ, резиновые и моющие средства, мешки для мусора». Напомним, что в ноябре этого года бездомные животные переехали с улицы Озёрная на новое место, недалеко от городского кладбища. Площадь нового здания приюта составляет порядка 500 квадратных метров. Здесь и живут четвероногие. По разным причинам оставшиеся без заботы хозяев. И, конечно, мечтают обрести новый уютный дом. Если у вас появилось желание забрать кого-то из животных к себе или помочь приюту, обращаться можно по телефону, указанному на ваших экранах.